Что вы знаете о Чаке Норрисе? Ну вот кроме вот этой вот шелухи про то, что он может досчитать до бесконечности и прочий бред, я имею в виду серьезно. Знали ли вы, что он открыл кучу школ карате по всему миру? Он практически превратил Техас в отдельное государство и даже открыл клуб в Москве. Я правда по нему не смог найти вообще никакой информации, но факт остается. Ну к чему я это все веду? А к тому, что кроме всего прочего он снял про себя мультфильм. Вот же у него эго, правда? Вы вообще осознаете серьезность происходящего? Чак Норрис и карате Командос. Да одно название может вас ногой с разворота ударить. Меня немного удивляет существование этого мультфильма, тем более, что появился он в 80-х. Тогда Чак, конечно, уже был довольно популярен, но ведь все приколы про его космическую мощь начались совсем недавно. Однако, практически полностью были отражены уже тогда. Ну, не совсем так, но абсурдность здесь на месте. Суть в том, Чак Норрис заправляет отрядом правительственных агентов, занимающихся всякими важными делами. Зацените, кто в его импровизированной армии. Самурай, чемпион сумо, ученик Чака, ребенок и женщина. Женщину, кстати, зовут Пеппер. Какой-то абсолютный рендом, но вот это вот чувство в мозжечке, которое вы сейчас испытываете, здесь оно не заканчивается. Против Чака выступает золотей Коготь с металлической клешней, а также Супер Ниндзя. 80-е где-то здесь только что сколлапсировали и перешли в другое молекулярное состояние. Всего было выпущено 5 эпизодов, причем показывали их единожды один за другим. И для тех лет в этом мультфильме очень хорошая анимация. Никаких рывков, ударов по воздуху и недокрашенных углов. Все очень плавно и качественно. В каждом эпизоде в начале появляется сам Норрис и начинает заливать вам какую-нибудь мораль для детишек. А потом белейшими нитками к морали привязывает сюжет. Я не преувеличиваю ни разу, сами смотрите. Вам приходилось когда-нибудь ошибаться? Конечно, приходилось. Все ошибаются. И часто бывает непросто признать свою ошибку, потому что над вами могут посмеяться или наказать вас. Но вот вы признали ошибку и знаете, что не повторите ее. Значит, вы стали намного сильнее. И нам на острове живых мертвецов понадобилось немало сил. В каждой серии наши герои сражаются с приспешниками когти, у которых очередной отличный злодейский план. В первой серии какой-то ученый изобретает гаджет для дыхания под водой, а супер-ниндзя пытается его похитить и для этого врывается в Морлаб. Но Чак Норрис и отряд, конечно же, мешают им и всех спасают. Тут вы начинаете понимать абсурдность всего происходящего. Этот мультфильм просто концентрация крутости Чака и клише 80-х. Даже музыка на протяжении всего мульта – это экшен-бит тех самых фильмов. А половина отбитых врагов уходит под смачную фразочку героя. Ну и, естественно, постановка. Наши герои дерутся с крокодилами, выделывают самые невозможные кульбиты. Во второй серии Коготь осознает, что в провале всех его планов виноват Норрис. И решает его убить. В процессе супер-ниндзя похищает пацана, которого, кстати, зовут Перебор, то есть Too Much. Нет, ну а что, вам не нравятся мои шутки и придирки, так что я просто промолчу. В третьей серии, которая, кстати, называется Terror Train. Вообще здесь все названия офигенные, типа Дельфины-убийцы или Остров мертвецов. Ну, в общем, в третьей серии отряд Чака перевозит на поезде экспериментального Далека. Такого крутого робота с лазером. Супер-ниндзя пытается его похитить, и у него это получается. Но наши герои решают вопрос, и им даже не приходится останавливать поезд. В четвертой серии Чак Норрис защищает космический шаттл, но солдаты Когти его все равно похищают. Погодите-ка, это... это же... Капитан Гроза преступных кланов, знают все его за океаном. Но что еще хуже, на шаттле стоит огромная плавильная пушка, с помощью которой злодеи хотят уничтожить столицы стран мира. Но это только приводит к экшн-сцене в невесомости и очередному спасению планеты. Полет Норриса в вакууме, используя огнетушитель на месте. Ну и в последней серии, короче, зомби, спутник еще какой-то там, и вот вещи всякие происходят. Чак Норрис бьет морды кому-то, наверное, и вот это вот все. На самом деле, к тому моменту мне все это смертельно надоело, и я уже слабо обращал внимание на мультфильм, и просто сидел, переписывался с одной очень милой и предельно симпатичной девушкой, с которой я познакомился в кафетерии. И еще, знаете, она мне такая говор... Ну, наверное, это не к месту будет, да, так что давайте просто продолжим. Я имею в виду, все это здорово, но реально скучно. Восьмидесятые оставляют свой отпечаток, и с этим ничего не поделать. Одну, ну может быть, даже две серии можно поржать со всего безумия, что происходит в этом мультфильме. С того, как Чак угоняет машину у парня со словами просто... Извините, ребят, дело срочное, я Чак Норрис. С того, как Сумаис все время жрет, и с того, как девушку зовут Перчик, но потом... СКУКА! Однако сам факт существования этого мульта все-таки забавляет. Знаете, Чак Норрис и Карате Командос это что-то вроде Зеленого Слоника на самом деле. Вы можете посмотреть немного часть от фильма, мультфильма, и немного поржать, но вам не обязательно смотреть это все целиком, чтобы угорать каждый раз, когда вы будете находить шутки про него в интернете. Это примерно одно и то же, если вы понимаете, о чем я. Ну а в следующий раз мы поговорим... Черт, она мне ответила. Она ответила мне, серьезно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин